И раз проекту быть, то возникает резонный вопрос, сможем ли мы использовать свое топливо. Мы номер один по добыче урана в мире, а год назад запустили предприятие по производству тепловыделяющих сборок, конечную продукцию для атомной электростанции, и ими будем снабжать китайскую АЭС. Так почему бы и не помочь себе? Бахрамвек Талибжанов решил оценить наши возможности. Репортер отправился на одно из месторождений урана, чтобы понять, готовы ли мы, если потребуется. Мы в Сузакском районе Туркестанской области, где сконцентрированы самые крупные запасы урана. Много его и здесь, на месторождении Северный Инкай. Предприятие, на территории которого мы сейчас находимся, занимается добычей полезного ископаемого методом подземно-скважинного вышелачивания и перерабатывает его до полуфабриката. На этих рудниках идет добыча урана. Если вкратце, процесс включает бурение скважин в залежах. Туда потом закачивается специальный раствор для вышелачивания, где он контактирует с полезным ископаемым. Далее раствор, содержащий уран, с помощью насосов перекачивается на поверхность. В жидком состоянии уран из скважин транспортируется по трубам на перерабатывающий завод. Здесь его сорвируют через гранулы смолы. И они притягивают полезный компонент из продуктивного раствора. Процесс происходит на этом оборудовании. Затем путем добавления химических реагентов уран выпадает в осадок в этих емкостях. Далее полученный осадок высушивается и получаем готовую продукцию в виде желтого порошка. Такой полуфабрикат не обладает высоким фоном радиации. Чтобы в конечном итоге получить из него топливо для реакторов АЭС, он должен пройти еще ряд технологических процессов, рассказывает директор рудника Алексей Золин. Один килограмм урана может дать энергии столько, сколько могут дать 20 тонн угля. Если брать в масштабах выпускаемой продукции нашим предприятиям, то ее достаточно для работы на круглый год нескольких АЭС. Сам готовый продукт экспортируется нами в страны по всему миру. Это может быть и европейский рынок, и рынок Северной Америки. В прошлом году предприятие поставило исторический рекорд, добыв 3,5 тысячи тонн урана и выпустив 3 250 тонн готовой продукции. И это несмотря на сложности, возникшие в период пандемии. Проблемы предприятию доставила и геополитическая обстановка в мире. Из-за антироссийских санкций приостановились поставки пероксида водорода, который используют в процессе осаждения урана. Потребность этого химического реагента на предприятии 700 тонн в год. Его отсутствие потребовало неординарных решений, говорит Алексей Золин. Производство перешло на выпуск продукции с использованием отечественного химического реагента, реагента, сжиженного аммиака. И получается такой же порошок, желтый, но несколько иного химического состава, но тем не менее удовлетворяющего всем требованиям в части химических свойств и целевого назначения, то, что мы и получали ранее. После некоторого периода поставки были возобновлены от других поставщиков. По добыче урана Казахстан в лидерах уже больше 12 лет. Страна укрепила позиции и по его экспорту, после того, как многие государства ввели эмбарго на российский уран. Цена на него за последние 8 месяцев выросла на 20%. Известно, что Казахстан в лидерах по урановым запасам. Только на этом руднике его, по оценкам экспертов, более 100 тысяч тонн. При нынешней производительности на добычу и переработку этого объема предприятию понадобится почти 30 лет. Пахаренбек Талибжанов, Ильдар Жунусканов, Студия 7.